Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Сегодня действительно больше поговорим про мышление, поговорим о правилах инвестирования, которые стоит соблюдать, которые лично я для себя установил. Вы можете с этим согласиться, можете не согласиться, но я долго к этому шел, мне это стоило достаточно больших денег. Давайте я расскажу про свои правила, а вы, что называется, в комментариях можете добавить свои или поспорить со мной. Традиционно в последних видео мы даем подарки, подарки всегда находятся под ссылкой под видео, проходите, забирайте, ну а мы будем двигаться. Первое правило, которое я считаю должно стать основой основ всего, что вы делаете в плане инвестирования, это понимание, что такое инвестиции. Инвестиции – это размещение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности в цели получения прибавочной стоимости. Здесь есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. То есть первое – это инвестирование денег. Если вы инвестируете время, если вы инвестируете знания, если вы инвестируете что угодно, но не деньги, то это не является инвестициями. Это является чем-либо другим, но точно не инвестициями, потому что инвестиции – это инвестиции денег. Второе – инвестиции в объекты предпринимательской деятельности. То есть вы размещаете денежные средства в предпринимательскую деятельность. Что такое предпринимательская деятельность? Это на западный манер бизнес, Дело – это предпринимательская деятельность, и она характеризуется тем, давайте немножко уйдем в политэкономию, это когда в процессе предпринимательства объединяются человеческие ресурсы, природные ресурсы, финансовые ресурсы, создается в результате деятельности товар с прибавочной стоимостью, то есть стоимость товара, который продается, или услуг, которые продаются, больше цены, затрат, которые вы произвели. Возникает этот капитал, самовозрастающая стоимость, которая может быть направлена или на развитие этого бизнеса, масштабирование, или, соответственно, если масштабирование уже невозможно, выплачивается в форме дивидендов, то есть появляются купоны, то есть появляется некий доход, появляются дивиденды. Это второй фактор, который нужно учитывать, то есть вот именно нужно инвестировать в то, что создает прибавочную стоимость, и смотреть, какой размер прибавочной стоимости вы получаете. Есть такие показатели в финансовых компаниях, в финансовой отчетности. Операционная прибыль, чистая прибыль, маржинальность, то есть какой маржой работает компания. Вы можете, в принципе, по финансовой отчетности увидеть, какой нет маржин у компании, то есть сколько компания из 100 долларов выручки получает чистой прибыли. Одна компания может получать 3 доллара прибыли, другая компания может получать 10 долларов прибыли, четвертая компания может получать 80 долларов прибыли. То есть, смотрите, с какой маржинальностью работает компания, насколько доходный бизнес. И здесь тоже небольшое отступление. Есть компании аграрной эпохи, есть компании индустриальной эпохи, есть компании постиндустриальной эпохи. Аграрная эпоха – это сельское хозяйство, все, что с этим связано, очень низкая маржинальность у бизнесов, засеивание больших территорий. И, соответственно, это получается, берем объемом на небольшой маржи. Индустриальные компании, индустриальные эпохи – это, соответственно, все производства, производство компьютеров, техники, машин, товаров, то есть, всего-всего, что с этим связано. То есть, есть индустриальная, есть фабрика, на которой производится товар, есть средства производства. Есть компании постиндустриальной эпохи, которые, соответственно, тоже производят товары и услуги с какими-то уникальными качествами. Компания, по сути, является, как правило, монополистом на рынке. Это очень много компаний из биофарма, биотехнологии, это компании электронной промышленности, которые создают какую-то уникальную технику. Когда компания постиндустриальной эпохи, она создает настолько уникальный продукт, что другие создать не могут. Если компании индустриальной эпохи могут клонироваться, могут масштабироваться, ну, допустим, производство нефти или производство, я не знаю, машин, да, то есть, в принципе, машины в том или ином виде можно производить. Это может быть Volkswagen, это может быть Toyota, это может быть, я не знаю, Mercedes-Benz, это может быть Rolls-Royce. Принцип один и тот же. Чтобы поставить завод по производству машин, вы можете сделать это в другой точке планеты, и, соответственно, вы начинаете конкурировать. Потребительские качества приблизительно одинаковые, чуть меньше, чуть больше, и начинается жесткая конкуренция, да, то есть, начинается борьба с издержками, и здесь выигрывает в конкурентной борьбе тот, кто меньше затратит на производство. И маржа очень высокая, потому что конкуренция высокая. В компаниях постиндустриальной эпохи конкуренции практически нет. Потому что если вы производите какой-то препарат от рака, то это делаете только вы, у вас есть исключительный патент, если он эффективный. Если вы производите, я не знаю, Apple, да, вы производите какой-то уникальный девайс, в котором есть экосистема, в котором есть интеграция различных устройств, да, в котором есть большая среда поклонников. Вот Apple приходит и говорит, телефон будет стоить там полторы тысячи долларов. Ему говорят, так у тебя себестоимость 100. Apple говорит, не хочешь, не бери. И они завоевывают рынок за счет уникальности продукции. Поэтому вот всегда смотрите на маржинальность, да, если Apple при себестоимости 100 долларов за телефон продает его за полторы, умеет продать его за полторы тысячи долларов, это действительно реально, это действительно круто. Поэтому вот здесь очень важно понимать вопрос, что является инвестицией. Второе правило, которое я считаю стоит придерживаться, всегда покупайте, чтобы продать, а не наоборот. Кому-то это покажется сложным, да, кто-то скажет, я не барыга. Вот у меня, я помню, в своем детстве, юности я жил у бабушки, у дедушки. Времена были достаточно непростые, было собственное подсобное хозяйство, но бабушка была педагогом, его знал весь богучар, да, и ее принцип был такой. Да, у нас есть яйца, но я на рынок не пойду, я не барыга, я продавать не буду, то есть я там не барыжничаю, не продаю. Я не сужу сейчас, да, то есть это были определенные установки. Очень важное правило, еще раз давайте я его повторю, покупайте, чтобы продать, а не продавайте, чтобы купить. На пальцах объясню. Вы работаете по найму. Схема какая? Вы продаете, чтобы купить. Вы продаете свое собственное время, которое вы тратите на работодателя, и работодатель в процессе предпринимательской деятельности, он покупает ваше время. В итоге этого времени, которое аграгируется с финансовыми ресурсами и природными ресурсами, создается товар, и предприниматель продает этот товар. То есть предприниматель, собственник бизнеса, в котором работаете, конкретно вы по найму, он покупает ваше время, чтобы продать товар с прибавочной стоимостью. Вы продаете свое время, взамен своего времени получаете деньги, и на эти деньги вы, соответственно, для чего вам эти деньги нужны? Чтобы что-то купить. Чтобы купить телевизор, чтобы купить продукты, чтобы платить путевку на отдых. И, соответственно, вы находитесь в позиции продающего, чтобы купить, работодатель находится в позиции покупающего, чтобы продать, но продать по более высокой цене. Как в «Золотом теленке» говорил Паниковский, продаст, купит и снова продаст, но уже по более высокой цене. Неплохая история, да? И тогда просто задумайтесь, каким образом вы сейчас можете сделать так, чтобы вы будете покупать, чтобы продать. Стать акционером компании – хорошая, отличная идея. То есть вы становитесь, по сути, неким таким собственником компании, которая покупает время других людей, не знаю, более 100 тысяч сотрудников в Сбербанке. То есть купив одну акцию Сбербанка, заплатив за это 1600 рублей, минимальный лот, да, там 10 акций, 1600, 1700 рублей, вы становитесь собственником Сбербанка. Да, эта доля очень и очень маленькая, но тем не менее вы становитесь собственником компании, которая покупает время 100 тысяч сотрудников, даже больше 100 тысяч, которые работают и продают. То же самое с «Газпромом», то же самое с другими компаниями, да? То есть вот именно это очень важное правило, очень важный принцип. Когда мы продаем свое время, когда мы продаем свое собственное знание, когда мы даже сами являемся предпринимателями, можете организовать собственный бизнес, да? То есть это тоже вы будете покупать, чтобы непосредственно продать. И оценивайте эффективность, сколько вы затратили на то, чтобы... И сколько вам каждый сотрудник. Очень важный показатель, кстати, есть, часто его используется в оценке западных компаний. Очень многие хедж-фонды смотрят на это. Сколько зарабатывает каждый сотрудник предприятия. То есть сколько дохода на каждого сотрудника приходится. И сколько затрат на каждого сотрудника. Средний показатель. Почему? Потому что это важно. За сколько я продаю и за сколько мне стоит это вот непосредственно купить. Третье правило. Здесь нужно говорить о том, что покупайте, я здесь, наверное, процитирую Уорона Баффета, от него принял этот принцип, инвестируйте в те бизнесы, которые вы понимаете. То есть, если вы работаете в IT, то вы понимаете больше, наверное, технологические компании. Если вы работаете в строительной отрасли, вы больше понимаете строительные компании. Если вы работаете в банке, вы понимаете, как устроены финансовые компании. И поэтому нужно просто инвестировать в очень понятные вещи. В свое время Герман Греф, когда стал председателем управления Забербанка, я присутствовал на одной из отчетностей перед собранием акционеров, он приводил пример, как происходит оценка. То есть, нужно просто взять свой день и как он этот день проходит, какими вещами вы пользуетесь, то есть, как часто вы этим пользуетесь, что вы используете, начиная с зубной пасты, ватные палочки, как вы ищете информацию в интернете, как вы едете на работу, через что и как вы покупаете. И здесь возникает очень много идей, каким образом купить. Опять, сейчас, наверное, это не совсем актуально. Количество операций и транзакций, которые совершаются по платежным картам. Visa, Mastercard. Одна из историй инвестиций. Мы понимаем, что сейчас это очень много нашу долю занимает. Яндекс тот же самый. Сколько Яндекса сейчас в нашей жизни? Яндекс.Музыка, Яндекс.Карты, афиши Яндекса, автору Яндекса. Вот сколько мы с Яндексом непосредственно взаимодействуем? Яндекс.Такси. То есть, вот каких компаний в нашей жизни очень много? Самолеты, которыми летаете. Летите вы аэрофлотом или вы летите победой. При этом нужно понимать, что и там, и там, это все равно единая группа аэрофлота. И поэтому, понимаете, покупайте те бизнесы, которые вам понятны. Товары, услуги, которые вам нравятся пользоваться. Такие бизнесы. Есть проект «Миллион долларов за 8 долларов в день», где я регулярно покупаю такого рода бизнесы именно по такому принципу, что мне понятно, что интересно, что сейчас в настоящий момент наиболее привлекательно с позиции покупки. Я формирую портфели уже пяти детям, и, соответственно, любой человек может к этому проекту присоединиться, посмотреть ссылочка на вебинар, как я это делаю, будет внизу под данным видео. Следующее, четвертое правило – это временной горизонт, увеличение горизонта инвестиций. То есть, как тот же самый Уоррен Баффет, под воздействием, опять-таки, его подходов сформировалось это правило, этот принцип – горизонт инвестирования бесконечности. Ну, то есть, изучайте компанию, присматривайтесь к компании, но если вы все-таки ее купили, горизонт инвестиций – бесконечность. Метафора, которую приводит Баффет, это говорит «я подхожу к покупке компании, как выбор супруга». Если мы заключили союз брачный, то предполагается, что я, соответственно, проживу со своим супругом там всю оставшуюся жизнь. Но при этом, если что-то пойдет не так, мне ничего не мешает развестись. Еще более простое, да, представьте себе некое так метафорично, у вас есть всего лишь 10 патронов. Вы оказались на необитаемом острове, там очень много дичи, там есть и птицы, и обезьяны, и рыба, и капибары, да, то есть дичи очень много, и мелкой, и крупной. И вы не знаете, сколько вы будете на этом острове, у вас всего лишь 10 патронов, патрондаш и свинтовка есть. Поэтому вопрос, куда вы будете выпускать свой патрон, куда вы будете его тратить, да, на что вы его будете тратить. На мелкую дичь какую-то или на крупную дичь. Поэтому вот это вот тоже некая такая метафоричная история, связанная с тем, что горизонт инвестирования – бесконечность, да, то есть делайте так, чтобы вы не жалели. Если вдруг заблокируют акции, если вдруг вы там длительное время не сможете с ними ничего сделать, если, не дай бог, с вами что-то случится, и эту акцию унаследуют ваши дети, внуки, правнуки, да, то есть насколько компания занимает существенную позицию на рынке, насколько она конкурентоспособна, да, чтобы пережить не только вас, а чтобы она могла по наследству перейти к вашим внукам, правнукам и праправнукам, там до седьмого колена. И в этом случае, наверное, по-другому будут смотреться компании-пустышки, которой очень много был бум, когда деньги были дешевые, очень много IPO, очень много SPAC-историй, да, когда компания вообще ничего не имеет, у нее нет производства, у нее нет персонала, у него нет дилерской сети, нет сбыта, вообще ничего нет, есть просто идея, и люди туда вкладывают миллиарды долларов, да, то есть подумайте, если бы вы руководствовались таким принципом, что вы хотите купить нечто, что может там перейти в третье-четвертое поколение по наследству, покупали бы вы такого рода пустышку, или бы вы все-таки посмотрели на компанию, которая уже сто лет на рынке находится, которая занимается, я не знаю, производством товаров народного потребления, не знаю, типа Coca-Cola, потому что время просто подтвердило то, что она сможет существовать. И подумайте, кстати, было бы интересно, исходя из этого принципа, акции каких российских компаний вы включили бы свой инвестиционный портфель, напишите в комментариях под данным видео, было бы интересно послушать ваше мнение. Наверное, последний, пятый принцип, который я использую, который является для меня ключевым, это понимание того, что мы живем сейчас в финансовой модели, основанной на кредите, то есть практически вся мировая экономика существует в финансовой модели, где присутствует кредит. Если мы живем в модели присутствия кредита, то возникают циклические дисбалансы. Бывают периоды кредитных циклов, которые характеризуются низкими процентными ставками и высокими процентными ставками. Когда процентные ставки низкие, когда денег очень много и деньги дешевые, то в этом случае мы получаем фактор, связанный с тем, что экономика растет, доходы растут, активы растут. Когда достигается определенный предел по росту, то начинается разгоняться инфляция. А управляя инфляцией, центральные банки начинают ужесточать денежно-кредитную политику. Ужесточение денежно-кредитной политики приводит к тому, что стоимость денег растет, кредит становится более дорогой, недоступным, не для потребителя, не для производителя. И, соответственно, потребление сжимается, выручка у компаний падает, компания начинает оптимизировать затраты, начинает увольнять людей или перестает им увеличивать заработную плату, и экономика начинает снижаться. И если мы понимаем как некий постулат, как принцип, что экономика циклична, что в экономике есть фазы роста и фазы спада, то в этом случае нужно понимать, что мы обязаны жить в такой экономике. И удивительного в том, что в какой-то период времени происходит падение цен на активы, ничего нет. Этого не надо бояться, этого не надо пугаться. Вторым критерием цикличности экономики заключается в том, что две трети времени, два из трех дней экономика растет, один из трех дней экономика падает. Средний период роста экономики составляет порядка 5-7 лет. Падение, соответственно, составляет, может составить от полугода до двух лет. Но почему это важно? Почему это важно понимать? Почему это важно осознавать? Что с регулярностью в 7-10 лет будут периоды спада. С регулярностью в 7-10 лет цена на активы будет снижаться. При этом снижаться она будет гораздо быстрее и гораздо мощнее, чем период роста. И если мы это понимаем, если мы это осознаем, то в этом случае мы спокойно относимся к тому, что бывают временные просадки, временные падения. При этом периоды кризисов, то есть циклы, есть краткосрочные кредитные циклы 7-10 лет, есть долгосрочные кредитные циклы, которые составляют 75-100 лет. В настоящий момент мы находимся, где наслаивается краткосрочный, долгосрочный кредитный цикл, и мы можем уйти в фазу рецессии. И, с одной стороны, это пугает, потому что в этот период стоимость активов может снизиться очень сильно, очень существенно, потери могут быть очень значительными. Второе, это может занять достаточно продолжительное время, до 3-5 лет, но при этом я понимаю, что это происходит раз в 75-100 лет. В следующий раз такая же история повторится, только когда моим внукам будет столько же, сколько мне сейчас. Внукам, не детям. И в этом случае я понимаю, что открываются шикарные возможности для того, чтобы обеспечить себе и своей семье достойное будущее. Именно поэтому я призываю сейчас изучить эту тему более подробно, изучить проект «Миллион долларов за 8 долларов в день», о котором я рассказал, ссылочка находится внизу под данным видео. Проходите, смотрите, актуальная информация на начало 2023 года, что лично я наблюдаю, какие возможности открываются для инвесторов, и как лично вы можете их использовать. Сегодня же, по принципу, у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.